Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вступили в месяц Сиван, великий месяц дарования Торы, третий месяц в еврейском календаре. 6 числа месяца Сиван была дарована Тора, сегодня у нас второе. Тора — это главное, это единый план, духовная основа всего творения. Не знаю, кто знает или нет, но первые 12 дней этого месяца распространяется особая святость. Дело в том, что первые из этих дней, сначала расходы по своему статусу обычные, потом четыре дня между ними — это праздник. Между праздником — это выпадающие на 6 Сиван, это дни, в которых Маше и наши прадцы занимались подготовкой к получению Тору. 6 Сивана вне Израиля и 7 празднуют Шавот. Что еще? Все знают, что в Израиле один день, два — вне Израиля. Второй день — это день жертвоприношения, когда паломники, приходившие в Иерусалим, приносили жертвы, если праздник выпал на субботу. В следующие пять дней паломники тоже приносили свои жертвы, если не успевали сделать праздник. И закон вообще разрешает приносить их в течение 7 дней, включая праздничные. Таким образом, все первые 12 дней Сивана обладают большей святостью, чем обычные дни. Соответственно, нет таханута, не произносят их и рацион после Торы, не поминают усопших, не устраивают постов. Все, вот 12 дней тоже радуются. Мы пришли, почти пришли к получению Торы, потому что главное, что мы учили в пути, в пустыне, пока шли все. Нам нужна вера. Можно жить или верой, или знанием. Нет третьих вариантов. Мы учимся вере. Сейчас чуть легче, но в мире, вот обратите внимание, последние столетия, если верующий какой-то, ну, считает, ну, значит, немножко это, недоумок какой-то, не в себе. Это надо было так вывернуть мир, вывернуть в голове человека все, вывернуть жизни людей, что человек, который верит, теперь не совсем, да, который не верит и идет по жизни, как, извините меня, не хочу говорить, кто, вот он умный, да. На самом деле, то вера вмонтирована внутрь жизни человека везде. Давайте попробуем убедиться, посмотрим, да. Мы все невероятно верующие люди. Вот кто-то летал самолетом. Летал, наверное, но вы же при тем, если самолет не проверяли документы у пилота, насколько он опытный. То есть вы верите в то, что пилот вас спасет, да. Вы ехали в такси, не проверяли таксиста. Вы верите в то, что таксист... Кто-то вызвал врача, лекарство дал, вы не пошли проверять, вы верите в врача. Не важно, во что человек верит. Когда мы покупаем новую машину, не проверяем тормоза, мы верим в свою жизнь автослесарю. То есть мы верим в автослесаря и так далее. Везде, везде есть вера, да. И мы верим всему, кроме одного. Как только речь заходит, пусть это таксист, водитель там, ну, пожалуйста. Как только речь заходит о Боге, о главном том, что есть в мире. Вот хозяину мира мы не верим. Вот эта вера нас смущает. И что бы человек ни придумал, ни рассказывал, он живет верой, написано верой, жить будешь. Вера в каждую минуту жизни зависит от того, ну, вот, как... Мы не в состоянии ничего проверить. Мы обязаны верить. Ты не проверяешь продукты, анахимикаты, не знаешь качество воды, которую пьешь. Ты и так далее. Когда ты пытаешься жить знанием, не обращая внимания на веру, ты идешь против мира, ты идешь против жизни. Более того, каким знанием? То, что вчера было знанием, сегодня окажется ничем. Раньше знанием было то, что земля стоит на китах, ибо она плоская. Потом стало знание, что она круглая. Потом эллипс. Ну, сначала было неделимое ядро атом, неделимый. Это было не просто знание, это было основа знания, монумент. Ну и что дальше? А теперь уже это не знание, а смех один. Поэтому знание в мире очень относительно. Вот вера, вера, вера на настоящее. Знаете, есть такая короткая история. К бабе Салену пришли 10 учеников. Калеля, у них была проблема у всех у 10, у них не было детей долго. Они пришли, он очень обрадовался, посадил их, угостил. И вот они просили у него браху, он дал 10 браху. 9 человек из них через год приехали к нему поблагодарить, потому что у них родились дети. И один из них потом спросил, так тихонечко, рэба, а вот там 10 у них. Он говорит, я объясню, он не поверил. Вы 9 поверили и начали жить верой. Он не поверил. А когда человек не верит, он живет вне земли, вне системы. Он выпадает из системы. Поэтому на протяжении тысяч лет еврейский народ странствовал с места на место. И только иногда приобретал временный покой, если вы знаете. И вот что у нас с верой получилось. В условиях изгнания именно еврейский народ научился создавать виртуальные системы, в которых он мог существовать вне зависимости от территориальных границ. Опять, смотрите, храма не было. Евреи научились нести с собой святость в любое место, где собиралось 10 человек. Вместо системы правосудия, тюрьмы, там создали собственную альтернативную систему правосудия, сохранявшую независимость на протяжении тысячи лет. Религия отличается еврейской от большинства тем, что нам запрещается делать культовые статуи, изображения всего, что наполняет. Реальная вера в виртуальном мире – это основа иудаизма. Духовное путешествие требует от нас идти по этой дороге, как сказали мудрецы, без твердой уверенности, куда она ведет. Вот это и есть вера. И вот этой верой надо жить. Брахавы от слаха всего самого лучшего. 12 дней удачи.